Чуть-чуть вот так вот вперед еще встань. Производством ортопедических стелек Руслан Асланов занялся не случайно. У одной из дочерей стала развиваться плоскостопие. Выиграл грант в полмиллиона рублей, закупил оборудование и открыл мастерскую. Дело оказалось востребованным и теперь предприниматель уже планирует открыть филиалы в Салихарде, Надыме и даже соседней Югре. Поддержка нужна будет во всем, это будет хорошо, если будут округ поддерживать. Именно поддержка предпринимателей стала одной из главных тем на заседании окружного антикризисного штаба. Первый пакет антикризисных мер действует на Ямале с марта этого года. Это и отсрочки по ряду налогов и займов и льготные кредиты. За последний месяц у нас поступило порядка 120 новых заявок на льготные программы кредитования на общую сумму порядка 900 миллионов рублей. Теперь настало время второго пакета антикризисных мер. Предлагается ввести рассрочку по отдельным налогам и авансовым платежам, которая коснется 17 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отсрочку по уплате аренды в Тазовском, Ямальском, Красноселькубском и Шурышкарском районах. Губернатор введения новых мер поддержал, а позже встретился и с предпринимателями в Салихарском центре «Мой бизнес». По словам Дмитрия Артюхова, сейчас крайне важна обратная связь. Конечно, не все под силу. Нашим местным предпринимателям, но там, где под силу, безусловно, надо активно принимать участие. Мы должны делать все. Вы были первые, кто об этом узнает, первые, кто предлагаете свои решения. Округ, в свою очередь, бизнес всегда поддержит. Компенсации затрат на подключение к сетям, уплату первого взноса по договорам лизинга, на покупку оборудования или приобретение и использование франшиз. Последнее направление сейчас активно развивается. Сергей Шелковников, программа «Время и мало». Продолжение следует...